В эфире библейский портал Экзегет. Нас спрашивают, как бороться со сквернословием у детей. Во-первых, никогда самому не сквернословить. Во-вторых, учить детей молитве. Вы знаете, святые отцы называют человека словесным животным. Словесными овцами они называют нас стадо Христово. Что это значит? Это значит, что телом мы подобны животным, но нас отличает образ Божий, который в нас вложен. И дар слова, который уподобляет нас, Богу, у которого есть слово с большой буквы, единородный сын, мы ему подобны. Вот мы и отличаемся этим. Так вот, этот дар слова, или он направляется к Богу в молитве, это в одну сторону, или он уходит от Бога через ругань, это в другую сторону. Человек, который любит молитву, он никогда не будет сквернословить, потому что скверные слова убивают в устах человека молитву. Поэтому, если вы научите своих детей молитве, скорее всего, вы избавите их от сквернословия. Просто они поймут, что это не совмещается. И вот они поругались, потом встанут на молитву. И если у них есть этот навык и любовь к молитве, они поймут, что не получается. Я не знаю ни одного человека, который бы любил молиться и ругался бы при этом. Один такой был случай в истории церкви. Но как любая святость, это исключение. Это отец Павел Груздев, знаменитый архимандрит, который практически наш современник, прозорливец, чудотворец. Но для него это было проявлением юродства. Он так юродствовал для того, чтобы вы не почитали святым. То есть он как бы смирял свою гордыню сам. А во всех остальных случаях люди, которые любят молиться, они не ругаются. И мы должны напоминать детям, что не то, что входит в уста, оскверняет человека по слову нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. То, что исходит, это оскверняет человека. И когда ты так говоришь, ты оскверняешь свое сердце. Покажите ребенку исключающее свойство молитвы и ругания, и он не будет ругаться. Субтитры создавал DimaTorzok